и всем привет и подписка канала амбара латайченко поэта теска с вами на связи и тем продолжаем хажей шедов фум рейдер опять записываю несколько эпизодов подряд сейчас у меня 3 августа без 2 минут 10 ночи ну чтоб вы знали но это не значит и не читаю ваши комментарии их читаю более того они появляются здесь подо мной время от времени в каждом плей один комментарий на видео но появляется может быть вам повезет и вы попадете обязательно оставляйте комментарии под каждым роликом приоритете рассматриваться комментарии из роликов связанных столб рейдер то есть любой серии который на своем канале там уже дальнейших если на момент монтажа вы не оставили комментарий оставляйте то что впереди еще много монтажа будет я уже смонтировал на неделю вперед ну формально предыдущую неделю которого увидели я ее смонтировал буквально в общем сегодняшний день у себя я смонтировал уже 4 эпизода они уже ждут по 100 канале которые вы посмотрели до прошлой недели а вы это видите через неделю ладно отправляемся давайте вспоминать что как с чем едят а точно здесь мы побывали там и побывали здесь и здесь скреп давайте вот сюда попробую тут можно на поле полазать а кстати да вот здесь тоже так так снять читать разрушенным местам пахать сейчас это это а а а и и и и и Золотая лампа Я думал, это черная какая-то такая Переливающаяся Золотая лампа Вы думаете, что я не воспользуюсь такой возможности? Ну, во-первых, я хочу сфоткать Редкое явление Вот так вот, давайте-ка посмотрим Ладно, насыщенность можно немножко снизить Выйдя в школу или еще Да, это огромный кусок золота Посмотрите, это огромная золотая лама Так, Лара, поздравляю Нужно выражение самодовольное Ну, вот такое У ламы тоже есть самодовольные лица Вы все их знаете, ребят Так, прекрасно Дайте я поглажу лампкой Лара Крофт и лама судьбы А че нет-то? Я очень полюблю фильмы Дианы Джонса Храм судьбы Мне очень нравится Не осуждайте О! Ты же из золота! О! Хорош кадр Вот так вот, давайте немножко Вот это, наверное, пойдет на раз заставку Если Хороший кадр взять Вот так, наверное, хорошо, да Ладно Ну, я не со мной понимаю Причем здесь Лама Я не иду Так, стоп Может, здесь какой-то проход должен быть? Так, как мне, если ты отсюда выбираться? Вот, хорошая цепь попробовать Ну, нельзя как мне отсюда выбираться А, ну ладно Я же не понимаю, что это там зона такая А, скорее всего, какая-то головоломка, связанная с обелиском Мне нужно будет отсюда повозвращаться Наверняка так оно и будет Так оно и будет Так, на тех, кто-то сделал этот поход Мало ли, наверное, где-то Когда мы выходим Мы выходим вот сюда Так, сейчас давайте Во-первых, к реке А там посмотрим, сможем ли мы проплыть или нет Если сможем, поплаваем еще О, возвыл отмечу Красотка Что он с ним пачкал? Два чучка Ну, технически есть Тут кое-что можно пооткрывать, но Ну, и глотаницами не нужно Ресурсы для восстановления костюмов с фрагментов Я вообще никаких фрагментов не использую Мне не нужно никаких костюмов Длительность эффекта при прицеле Вот это вот мне понадобилось Хороший эффект Остальные эффекты у меня есть Вот и не поймешь Что-то надо, где-то надо Ладно, мы идем Сейчас мы наоборот Сейчас габнет, получим черный цвет Мы же разберемся Ох 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 Ох, я так вылез Найден монолит Это хорошо Только где он? А, ну ладно Прошу старт Речь о месте неподалеку Я плаваю с черепахой Которую увидит лишь тот, кто отбросит страх Ну это рядом Да, это не совсем зону ламы Но я был прав Это чуть ламу затронет Я плаваю с черепахой, которую увидит лишь тот, кто отбросит страх Черепаха Какая черепаха, плавает с черепахой и увидит лишь тот, кто отбросит страх Черепаха Ну раз он плавает, значит зажать Кстати, если зажать правый триггер, то тоже нормально, сухая Вот черепаха Так себе Прошу Мне больше интересно, что золотые ламы Реально, лама из целого золота Стоит здесь И никто их не забрал Как-то нелогично Как я вообще пошла, раз я ее не видел Я же прыгал здесь постоянно Я точно Ребят, я говорю прямо Если бы была лама из чистого золота Если бы я ее заметил бы Я бы точно бы на нее среагировал бы Ооо Так, ладно Там точно что-то есть А как у нее тут открыть-то? Как у нее тут открыть-то? А, наверное, открывается изнутри Значит я получается отсюда буду выходить Ясно Ясно Это один из Альтернативных лошадок колодая Ну, хорошо Меньше хлопот, меньше проблем А, точно Мы же с вами в этот Кайтихе возвращаемся А костюмчик как-то не сменим Сейчас надо сменить Нормальный костюм Можно, пожалуйста Отлично, спасибо Вот видишь, птица Куда получше выйдешь, да? Согласен? Витя 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 Нет места Ничего не могу взять Ну и не страшно Так Этот мы, по-моему, поднимем Да? Витя 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 Да Ясно Нельзя Витя Я думаю Можно Тем более здесь Прямо сокровищница Рядом Находится Может она В прошлый раз Не стала проходить Там? Ну-ка Давайте-ка Сейчас Силу Чего-то подробно Поближе По мостку Мне идти Конечно же Нельзя Понятное дело В воду Тоже нельзя Понятное дело Может Есть Альтермативный Проход Тайм Из-за рот Наверняка Есть О! Смотрите-ка Что-то у нас Нет-нет-нет Наверное Наверное Варисе Так Давай-ка Ну Не Подожди Бог Я думал Тут Просто у тебя я помню мы будем сейчас через главные ворота опять же если ничего другого я помню что здесь был альтернативный проход я помню склеп надо изучить это тут никуда больше не ведет кроме склепу а здесь они меня не видят не жалеем их либо они нас либо мы отношении собак не стандартное правило так давайте искать он находится внизу значит должен быть пароход вниз жилы конечно заберу это как и тишь гравия по сути на и мотай подобного не было я точно помню тишь играть было нереально больше я не унесу вот смотрите вот здесь есть пароход я мы его с вами ранее находили но лара не хочет его открывать и он никак не поддается иначе скорее сюда по сюжету пойдем и там за одной будет открыта скорее все так оно будет ладно пойдем тогда продадим вкусняшку эту давай загрузай добавлю на 2 2 она может произойти только определенных патронов то есть не все вот мы бьем его во что мне его бить по-хорошему по-хорошему вот этот орлина грастры вылит личность эффекта озарения озарение готовите слабое зарение лара чувствует животных и природные ресурсы вокруг себя ну вот это конечно полезная штука но это природа возможность одним выстрелом высадить пустить три стрелы при разной цели полезная штука мы ее сами видели но она бесполезна для меня концентрация концентрация чтобы ускорить реакцию лара замедлить время при прицеле вот это надо усилим больше длительность вот это я беру вот этими прямо это спасает когда мы целимся из лука дать попавлю немножко мега метка очень будто я вне низких становлюсь что из-за угла обзора к нюшку в угол сколько метров очков а у меня тут новый навык я его не посмотрел удар сила увеличит урон наносимый усиленными выстрелами по противникам в броне ясно вот хорошо там конечно же финалу и у нас 78 процентов нас 20 процентов до финала осталось монахини и дети дети религии совместно это плотно религии нельзя допустить зой нужен может страдать только взрослый человек это закон о еще одна лампа о их две я видел вашу собаку соратницу злопую красивая приятное создание полезное в конечном итоге это реально очень полезно создать о даст и шерсть личные животные можно использовать так там и пи и куда пока не идет сначала осмотреться а пока забить и нельзя идем сначала изучим гуляет а теперь уже года ну а пангу 1 поглаживание за пидор на каждую не знаю как это объяснить но тебе не кажется что мир здесь как будто тоньше как будто это всего лишь занавес и если его поднять можно очутиться в раю здесь я чувствую реальную связь между этой жизнью и следующий а может мы все здесь уже мертвы или может мне пора в теньке посидеть во первых хочу быть по-первых молодой человек вы реально в теньке во-вторых вам реально нужно в тракционе с третьих мишки в ресторане на поте пункт вот потрясающая идея клуб чудес знакомьтесь с людьми которые разделяют ваше убеждение и страсть к приключениям вместе путешествуйте по миру и создавайте воспоминания которые останутся с вами на всю жизнь эта группа для одиноких христиан цель которой посещение святых мест так вы можете клуб чудес или клуб шизы объяснить определитесь пожалуйста лучше детства развлекал хотя с другой стороны смотрят для кого чудо привет детишки это официальный документ недавно изданный святым престолом поскольку здание миссии было повреждено необычайно мощным и полностью неожиданным землетрясением они просят каждую испаноязычную епархию отправить миссионеров на восстановление этой святыни выделить огромную сумму бюджета чтобы починить святыню нет давайте сошлем на местные управленческие структуры которые напрямую напрямую особо не подчиняются у них отдельные бюджеты конечно это логично и правильно с одной стороны восстанавливайтесь за свой счет но выглядит очень цинично в каком-то смысле если уж это ваша структура шизы пожалуйста соблюдайте шизу соответственно ничего себе какой у тебя лук ты охотница в миссии нужны охотники еще до землетрясения у нас в округе развелись волки я боюсь детей на секунду одних оставить буквально на днях этот выскочил на дорогу и погнался за волком можешь в это поверить сказал что просто хотел поиграть он считал что волк будет приносить ему палочку по команде спасибо но мы их уже дошли и прибили вам куда шкуры положить ну вот на чего кстати религия тобою объясняю религия с одной стороны она конечно но если это честный беда и водости флегматичный человек который распространяет она распространяет чистое добро но в этом и проблема ребенок не будет понимать понятие злая опасность не будет обучение соответственно не будет адекватно работать с этим направлением а значит очень много рисков для и сюда надо так вот сюда давайте заглянем тут походу может подняться почитать почитаем посмотрим реально больше я не унесу надо это торговать а где у них тут местные торговцы я там торгашей не могу найти я у них только все запчасти и смазку ворую а Ларе даже столько смазки не надо капнула нальчик готова эти дети такие бодрые мне надо перевести дух не говори сестрам иногда ей сама не прочь себе настроение поднять но в миссии алкоголь запрещен так что приходится обходиться редкими минутами покоя вам нужна дьявольская игрушечка лучше из стекла но бору силикатного заливать до кипяток и можете использовать как настоящее мужское добро есть такие уже на зоне высвечивались удивительность но да чё так у меня реклама зона не спадсовывает там поэтому и говорю про это будьте поаккуратнее в этом документе описывается создание миссии в то время в данном регионе произошли четыре солнечных затмения в 1521 1538 1539 и 1543 испанцы миссионеры сообщали что во время каждого затмения на этом месте им являлся Иоанн Богослов поэтому в 1544 году здесь была построена миссия святого Иоанна перевожу здесь очень много метана они надышались и построили на этом месте церковь ай идиоты ну с другой стороны когда о пользе газа мало кто еще понимал потому что мы еще с этим возиться и возиться так что пока мне туда внутрь попасть здесь наверное должен быть альтернативный проход да вот сейчас заглянем посмотрим Сюжет никуда не денется поэтому мы можем пока прогуляться и поговорить совсем спокойно знаешь мне кажется бог раз в несколько лет насылает на нас беды вижу землетрясение нанесло большой урон обычно нам хватает времени все исправить времени материалов но к сожалению сейчас их не хватает времени у вас хватает материалов целый лес бери дочини что мешает 30 декабря 1603 года Лопес только что вернулся из соседней деревни и с ним пришли люди он говорит что они его последователи что они помогут нам в ходе строительства в его поведении было что-то странное я решил что это связано с долгим путешествием по джунглям однако в ту ночь он рассказал о том что его тревожит они пошли по моему следу прошептал он те другие и ушел я не спал всю ночь с беспокойством размышляя о том не сходит ли он с ума перевожу за ним проследили виндига потому что он унес ларец ну давайте посмотрим что я не нашел это пинечки один я на всей карте не нашел только вот этот тайник я проходил мимо него вы посмотрите вот видите я не нашел этот рюкзак сразу я обычно обошел спокойно всю карту практически все собрал ну нет конечно здесь скорее всего много чего очень будет валяться я уверен 100 процентов бесспорно так оно и будет привет иона я капотку сделаю так Я базовый сбросил. Насыщенность немножко удалечим. Что вы знаете, вот как в Far Cry хорошим. Не люблю религиозную символику, но выглядит забавно. Какой-то пафос в этом есть. Командириона, к вашим услугам. Ладно, пусть здесь стоит. Ака я Эбби не трону, сюжет никуда не двинется. Значит, я могу здесь спокойно бегать и собирать все, что мне нужно. Так, это внутри. Нереально. Больше я не унесу. Ясно, это будет внутрь церкви и туда пока. Тогда значит, надо может быть как-то войти, я полагаю. Здесь заперто. Пока добывал, пока ищу все, что нужно. Кстати, оказывается, рожачок оказывается как скелет. Я не обращал внимания. Однажды кто-то сказал, что если хочешь узнать город, посети его кладбище. Не знаю почему. Кладбище везде одинаковое. Ну, может, некоторые более строгие, с ровными рядами. А некоторые похожие на это. Стихийные, естественные. Соль не в том, барышня. Соль в том, кто похоронен на этом кладбище. Старики, дети. Какие статусы у них были? Это ведь даже на кладбище без народа. Ничего себе колодец забетонирован. Колодец с бетоном. Золото прям. Завтра, кстати, четвертый год еще иду. Такие ошейники использовались на борту Настрома, который, вероятно, вез взятых в плен туземцев в Испанию, чтобы там продать их в рабство. Интересно, как он здесь оказался? Наверное, положили. Могила, наверное, старая, я полагаю. Может, через кого-то. Вон, карта. О, документов-то больше. Вот здесь еще много валяется. А тут? Ну, вот тут тоже есть документы, но до туда я не доберусь. Это надо спускаться вот здесь. Но там не пройти, пока сюжет не позволит. И вот здесь тоже есть. Кстати, надо флагшток еще один найти. Он должен быть уже здесь. Он должен быть здесь. Я пока не обращал внимание, где находится. Ладно, это все внутри. Сейчас еще сбегаем за всем. Прежде чем идти к Эбби полноценно за сюжетом и так далее, сначала соберем все, что можем. Получается, у нас целый эпизод только уйдет на сборы. Ну и на небольшой раздел. Нереально. Больше я не унесу. Кстати, а где еще один флагшток? Ион, а мне нужен флагшток. Ты не видел флагшток? Вон тот я поднимал. А, не наш. Только наш. Я ее не видел. Парни. В этом документе рассказывается о задачах и работе миссии святого Иоанна. Ясно, что помимо индивидуальных духовных целей, миссионеры страстно стремятся внести вклад в жизнь местных людей, дать образование и медицинскую помощь, и даже подарить часть собранного ими урожая. С одной стороны, угодное дело. По-другому не скажешь. Это реально полезное дело для общества и так далее. Пойдешь на кладбище, будь осторожна. Там живет ведьма, и она любит превращать всех в лягушек. Я буду очень осторожна. Одна дама обидела ведьму, и та ее заколдовала. Тут торглаш есть. Вот это мне уже по душе. Завораживающий документ, написанный испанцами. В нем рассказывается о том, как в данной местности произошло несколько катастроф. Потоп, пожар, вызванные ударом молнии, и сильное землетрясение. В каждом случае находящиеся в этом месте здания были сильно повреждены и нуждались в восстановлении. Походу, кто-то часто открывал ларец в то время. О, а я вас искал. А вы на главной площади, ну, там логичнее было. Ты пришла в миссию за спасением или за ее тайнами? За всем. Я не знаю. Наверное, и за тем, и за другим. Да. Ждать, пока жизнь раскроется перед тобой. Роскошь, доступная только юным. Когда-то я такой была. Плыла по течению. Так ты попала сюда? А? Отчасти. Отчасти. Могу я дать тебе небольшой совет? Сделай выбор, пока его не сделали за тебя. Ну, хватит лезть не в свое дело. Что-нибудь купишь? И выставляет целый гробанный арсенал. Говорит, что-нибудь купишь и выставляет целый гробанный арсенал. Слушайте, у вас сейчас мама не носит перидо. До головы не жертв пойти. А то у нее очень много... Что у нее тут есть? Опять тут... Куча всего. Так, в общем, стрелы-приманки. Так, это не надо, это делки имеют. Для дробовика берем. Отлично. Большой подсуг для винтовки беру. Как нас обоих устроит. Как нас обоих устроит. Прекрасно. Мы оба удовлетворены. Эээ... Отлично. Так, нет, сначала глушаки. Тебе точно понравится. Думе есть. Как нас обоих устроит. О! До пистолета большого сука. Тебе точно понравится. Знаю, потому и беру. О, спасибо. О! Тайв 16. Ээ... Вот это... Отлично. Это вещь. Вот... Фигня полная. А это винвиси 16. Вот ее возьмем давайте. Тебе точно понравится. А, ну я могу все взять. Отлично. Отлично. Так, теперь что я могу вам продать. Я продаю вам золото, но не все. Тебе точно понравится. Отлично. Все целиком не продаем. Ткани... Можно немножко сбагрить. Там до 36 штучек. Тебе точно понравится. Так. Так. Дарьева везде валяется. С ним проблем нет. Теперь я... Ладно. Речелки не трогаем. Но это пока достаточно. О! 30 продам. 35. Тебе точно понравится. Так. Этого достаточно. Отлично. Ладно. Не страшно. Собираем еще. Так. Я хотел скинуть, а случайно нажал на... Тебе точно понравится. Шкура его. Вау. Вот это все идет в прокачку. Мы сейчас наверное еще сходим, прокачаем быстренько все это дело. Так. Пауков не тут. Ну ладно. Я немножко скину. Отлично. Так. Так. Теперь... Тебе точно понравится. Отлично. Тебе точно понравится. Я не вижу где это может покупать. Ну находить. Поэтому я это... Спокойно продаю. Да еще покупаю. Ну понятно. Запчасти. Запчасти находится. Приятно иметь с тобой дело. И мы с вами тоже приятно. И мы с вами тоже приятно. Так. Где флагшток еще один? Чет. Да не извиняйся. На лицо. Лосьентос. А вы помните? Спаска да извините. Простите. Ооо. Моё почтение. Потому что тут об этом будет. Много стола значит использовать испанский. Так. Падла сейчас вернем сюда. Так. Тебя мы развеяли? Да. Мы тебя развеяли. А здесь костер должен быть. Так, во-первых, сюда. Так. Требования улучшены приклады. Ну и чтобы прокачать конкретные, нам нужно еще приклады. Вот это мне нравится. Адекватный подход. Мне почему нравится эта винтовка? Она довольно мощная. Она заглушаковая. И вообще... Смотрите. Она только по уроду чуть уступает, но она идет с глушаком. А, нет, подожди, она без глушака? А, винт спит. Ну ладно, давайте его прокачаем. Может быть, получше, конечно, будет. А, я его до конца и покачать не смогу. Ты, наверное, уже всю шкуру потратил, да? Ну, я тут могу еще покачать. Теперь ты что-нибудь еще? Ладно, давайте посмотрим. Шепчущий блич. Дробовик с глушителем сразит всех на повал. Ну, у него урон, но скорострельность низкая. С другой стороны... Ну, ладно, давайте пока с ним походим. Но, говорю сразу, если у вас будет... Хотя, Тайф-16. Это классический дробаш Лары. Боезапас у него... Охрен. А, он тоже уступает, да? Боезапас. Он по параметрам уступает, шепчущему бличу. Даже немножко обещанным. У него центр боевик армейского образца, обладающий внушительной огневой мощью. Только... Ну, у него точно есть хорошая. Ну, точность хорошая, он... Нет. Точно, точно, старенькая. Точно... А, нет, в точности... Он чуть уступает. Чуть-чуть уступает. Это... Знаете, то самое чувство, когда у тебя и так шикарный дробаш, но... Ты хочешь ибить другой. Ладно, идемте, дособираем все остатки. Которые еще не собрали. Там эпи... Ой, там последний флагшток. Вы правильно поняли, мои дела. Ладно, сначала сбегаю, потом сюда спустимся, откроем флагшток. И нормально будет. Да, многие скажут, давай сейчас. Во-первых, у нас уже сколько времени тут поджимаем, да? Что там было у нас? И так, ну-ка. И так, ну-ка. О, может быть, найдем сейчас ягуара? Он обычно красным бьет, высвечивается. Но я пока его не вижу. А я его, по-моему, пробил. А, наверное, один ягуар на обувь сдается всегда. Я ее из чертовой винтовки расстрелял. Ей хоть бы что. Причем в сердце целился. Вы меня знаете, по хантер-колпу воевал, я прекрасно нацелюсь. Проблем нет. Видишь, чего? А ну иди сюда. Уйдем, захотел. Давай. Я-то не знаю. А почему не проходится? Подожди, у меня даже выход, да? Я ничего не путаю. Так, ладно. Я про это подошел. Тут должен был быть переход. Мы там с вами буквально проходили. Не понимаю, в чем там проблема, но ладно. Так, давайте сюда. Так. Я запускался. А, никуда. А, мне... Все правильно, все правильно. Все правильно. А, трех. Я вообще не туда пошел. Я думал, я туда залез. Так, и кто мою веревку отрезал? Главное, нормальная веревка. Естественно, я там ничем не нашел. Я даже не обратил внимания. А, все еще там. Нет, ее уже там нету. Ее там и не было. Ребят, мы с вами нашли золотую ламу. И она исчезла. Она просто стояла. И она исчезла. Там была золотая лама. И она исчезла. Вы это понимаете? Там была лама. Так, давайте сейчас рассею в случае. Вот здесь еще посмотрю. Ее отсюда лучше было видно. Да, она исчезла. Либо это был какой-то баг игры. То есть здесь должна была появиться, наверное, черная лама. Но, как вариант, что возможно, не исключено. Она просто попала не в топ положение. Мне нужны первые пчаточки. Не знаю. Забавно, что Егора больше не появляется. Если кто не понимает, почему я сейчас сюда подошел, я обратил такую вещь. Здесь есть грязь, которой Лара могла бы испачкаться. Вот в этой. Нам, скорее всего, вот отсюда будем выскакивать. И здесь надо будет, видимо, от ваяк отбиваться. Это уже слишком предсказуемо становится. Так, на месте, на месте. И идем. И идем. Спустим последний флаг шнок. Получим достижение. Если скрипы бухнет, не зайдет. Если скрипы бухнет, не зайдет. Сшедшие, то будет все нормально. О! Поднять флаги! Отлично. Справились. Что ж, ребят, давайте на этом с вами пока мы сегодня закончим. Ставим лайки, пишем комментарии. Смотрим другие прохождения. Потом рейдер у нас на канале, ребят. Не только по этой, но и по другим частям, которые у нас есть. Прямо внизу в описании. Каждая ссылочка специально для вас. Ну, а с вами был ваш Альберт Вескер. Ларат. Я буду на интерсмеяться до конца этой франшизы. Кров. Всем до скорой встречи. Всем пока, удачи и увидимся. А, и если увидите золотую ламу, хватайте. Берите кого хотите с собой, помощники. Ее хватит на всех стонбами города золота. Не упускайте свой шанс. Только золотая лама. Только успех.